На Брянской губернии новости. В студии Александр Новиков. Здравствуйте. Взрыв на военном складе в соседнем Чернигове произошел минувшей ночью. Генштаб Украины заявил, что на объекте нет пожара и химических предприятий. Это пороховые взрывы. Переноса вредных веществ в Россию нет. Это же подтверждают в Главном управлении МЧС по Брянской области. Воздух в приграничных районах не загрязнен последствиями взрыва. В регионе завершается сев азимых культур. Эта тема стала основной на оперативном совещании в правительстве Брянской области. Обсуждались объемы, сроки и эффективность работы сельскохозяйственных предприятий. Сев азимых культур в области практически завершен. Сельхозпредприятие Почебского района «Красный Рог» прозвучало как пример успешного хозяйства. Благодаря новому инвестору оно вновь крепко стоит на ногах. По посеву азимых впереди также предприятия Выгонического, Жирятинского, Навлинского и Мглинского районов. Департаментом сельскохозяйства области было доведено задание посеву азимых культур в сельхозпредприятиях области подорожая 2019 года на площади 210 тысяч гектаров. В сельскохозяйственных предприятиях области подготовлено почву под азимых сев 183 тысячи гектаров. Среди районов есть те, кто отстает по срокам посева. Суземский, Суражский и Унечский. Но губернатор обратил внимание не на сроки, а на внесение минеральных удобрений. То, от чего в первую очередь зависит будущий урожай. Мы же говорим о заводовании, мы же говорим о том, что будет в следующем году. А завод следующего года, сколько внесено минеральных удобрений. И вот почему я там и заострил на Унече, когда я смотрю, что они на 2000 больше закупили удобрений под осенние полевые работы. То есть всего область на 13 тысяч. Вот Суражский, он худший. Потому что пусть даже на 12 тонн, но закупил меньше под осенние сели. А показатель развития сельского хозяйства это внесение удобрений. Примеры успешных хозяйств, добавил глава региона, должны использоваться по всей области. Необходимо проводить больше семинаров. Продолжилось заседание вопросом освещенности населенных пунктов в Новозыпковском районе. Как сообщил глава администрации Николай Лучкин, взятые обязательства по освещению будут выполнены. До конца текущего года планируется отремонтировать 27 неработающих светильников. И дополнительно установить 112 уличных светодиодных ламп. Екатерина Зойдина, Игорь Винничук, События, Брянск. Итак, в начале года губернатор давал поручения главам разных уровней активно заняться заменой уличного освещения. Эту тему обсуждали, как было сказано выше, на заседании областного правительства. В районах области остаются проблемы с фонарями. Мой коллега Андрей Мамошин задался вопросом, а как освещен Брянск? И проехался по вечернему городу. Светодиодные лампы давно доказали, мы лучше старых фонарей, экономичнее и ярче. Замечать изменения брянцы начали с прошлого года. Тогда из областной казны выделили 65 миллионов рублей. В этом году еще более 11. Сегодня город освещают тысячи новых светодиодных фонарей. Городичинская горка – одна из главных транспортных артерий нашего города. Сейчас здесь активно идет расширение, уже установили новые электроопоры. И на них красуются, конечно же, такие же новые светодиодные лампы. Но уже по направлению к Беженскому району нас сопровождает привычный нам тусклый желтый свет. Но в целом жаловаться не на что. Это центр на контрасте окраины. А это Володарский район, улица Вяземского. И чтобы вернуться вечером с работы без травм, нужно либо включать фонарик на своем мобильном телефоне, либо добираться на ощупь, либо ждать машину с ярким светом фар. У нас в Брянске вообще страшно вечером ходить. Мало того, что темно, а еще собак кругом. Конечно, страшно. Вы как идете? Вот если вы выключите, что? Фонариком светите, что делать? Как вы идете? На ощупь. Какое же тут освещение? Никакое. Володарский район у нас как-то не знаю что, но, по-моему, не занимается благоустройством, освещением. Так, если знакомый человек, не знающий местности, провалится вообще в болото. Социальные объекты, школы, детские сады. Но тут-то должно быть всегда светло. Отводят детей в школу рано утром, еще темно. А если продленка или секции, уже стемнело. Фокинский район, гимназия номер один. Светло как днем, конечно, не скажешь. Однако в целом школа и дорога возле учебного заведения освещены. Фонари пусть и не светодиодные, но работают исправно. А здесь совсем ничего не видно. Хотя на самом деле за моей спиной находится детский сад «Звездочка» на проезде станки Димитрова. Через месяц утром будет так же темно, как сейчас. Если родители поведут своих детей в детский сад по этой темноте. Вопрос с заменой фонарей и обновлением линий электропередач поставлен на контроль областной власти. Сегодня в Брянске коммунальщики осветили десятки улиц и дорог. Но все еще остаются темные пятна. Когда сюда прольются лучи светодиодов? Ну а пока самые светлые центральные улицы и места отдыха горожан. В новых фонарях набережная, Семеновский сквер, светодиодные лампы осветили курган бессмертия. Это место привлекает сотни брянцев. Андрей Мамошин, Максим Кузнецов. События. Брянск. В рамках парламентской недели депутат Госдумы Николай Валуев посетил Брянские и Дядьковские районы. О чем просили народного избранника и какой подарок сделал он дядьковским боксерам в репортаже Дмитрия Кузнецова. Огромный котлован. Внизу находится. Это единственная дорога. Дорога жизни, как мы называем. А по краям этого котлована расположены дома. Подсыпка это только до первого дожди. Помимо традиционных на таких приемах вопросов о строительстве, ремонте, водоснабжении и благоустройстве, жителей Брянского района интересовала реализация федеральных и партийных проектов. В Новых Дарковичах ждут новую пристройку к школе уже не один год. В своих обращениях люди дошли до президента. Ответ положительный, но не утешительный. 2021 год. Николая Валуева попросили посодействовать в скорейшем решении вопроса. Тем более, что строительству новых школ в Брянской области в последнее время уделяется особое внимание. У нас динамика очень положительная. Тем более, и в отношении постройки школ Ольга Голодец, когда сюда приезжала, была удивлена по-хорошему. Не только скоростью постройки этих школ, но и в том числе качеством. Регионов с такой репутацией в стране единицы. И к ним совсем другое отношение и в кулуарах, и в кабинетах министерства. Необходимо убеждать или где-то даже ждать того времени, когда будут образовываться в теории нераспределенные средства. Они могут образовываться на региональном уровне и на федеральном. То есть вот здесь очень важно, действительно правильно, есть такая фраза, находиться в нужное время, в нужном месте. Попросили депутата оказать помощь и в партийных проектах «Единой России», таких как «Сельский клуб» и «Детский спорт». К слову, куратором последнего в Брянской области является именно Николай Валуев. Не случайно разговор о детском спорте был продолжен в Дядькове. Здесь воспитанники местной спортшколы попросили у Николая Сергеевича боксерский ринг. Почти 50 мальчишек и девчонок вынуждены заниматься боксом в обычном спортзале. Чтобы чувствовали ринг, потому что первое ринг, это когда у нас был советский ринг 6х6, и я вывозил своих боксеров, и он стоит далеко от угла друг к другу, подходит и говорит, Александр Ильич, а что мне дальше делать? Я говорю, иди к нему и боксируй. В прошлом профессиональный боксер Николай Валуев лично решил осмотреть помещение школы. После непродолжительной экскурсии и консультации с руководством района, которая в свою очередь пообещала помочь с ремонтом, резюмировал рингу в школе быть. Ну, оборудование в Дядьково уже пришло. Ринг, мешки, настенные подушки, перчатки, лапы. Вижу, что, в принципе, и школа рабочая, здесь ребятишки тренируются, а ринга у них вообще нет. Поэтому ринг будем в зал ставить сразу, пускай тренируются. Уже раздавая автографы, Николай Валуев взял с ребят обещание, что о том, как используется ринг, они будут сообщать ему лично. Дмитрий Кузнецов, Александр Жучков. События. Брянский и Дядьковский районы. Брянск стал финальной точкой масштабного ежегодного автопробега молодых педагогов. Его участники в этом году это 170 учителей из разных регионов ЦФО, а также из Беларуси. В течение двух дней они делились опытом и обсуждали предложения по развитию молодежного педагогического движения. Учителя, воспитатели и педагоги дополнительного образования, а еще любители путешествий. Навстречу друг другу в Брянскую область они приехали из 14 регионов ЦФО. В этом году к автопробегу присоединились и соседи белорусы из Гомеля и Минска. По традиции знакомиться начали еще в дороге. Когда год назад мы узнали об этом мероприятии, что мы поедем в Брянск, я сказал, я первый поеду за. Мы набираем экипажи. И я знал, что не просто нам важно доехать туда, до Брянска, то есть в мероприятии все, а сама дорога через множество разных городов. Мы останавливались в каждом городе. Наша дорога составила всего лишь 11 часов пути от Тамбова до Брянска. Было очень интересно. Наш регион стал не только местом встречи, но и образовательной площадкой. Каким должен быть учитель будущего, что ждет систему образования? На протяжении двух дней 170 молодых педагогов обменивались опытом на семинарах и мастер-классах. Организаторами мероприятия выступили Московская городская и Брянская областная организации Общероссийского профсоюза образования. Это площадка, на которой есть возможность получить передовой опыт не только из своего региона, но и из других регионов. Как уже говорилось до этого представителям профсоюзной организации Брянской области, что они уже проводят мероприятия, которые они заимствовали у Калужской области, например. Это опыт вообще, и ретрансляция чужого опыта, это, наверное, один из основных аспектов развития молодого педагога. Это мероприятие дает большую возможность развивать себя в качестве такого передового современного педагога, потому что здесь собрались, наверное, одни из самых лучших молодых педагогов Центрального федерального округа, и обменяться опытом всегда полезно. Идеи новых совместных проектов и мероприятий, таков итог встречи молодых педагогов, а полученные знания и заряд эмоций станут хорошим подспорьем. Кристина Протхилова, Анатолий Чикрыгин, События, Дубровский район. Керамика, народная игрушка, художественная вышивка, ковротворчество. Эти народные промыслы объединил масштабный проект Брянского методического центра народное творчество. Выставка работ четырех авторов, народных мастеров России, открылась в художественной галерее Персона. Если звук такой глухой, звук кукушки, да, объем воздуха довольно большой. Если подача воздуха незначительная, делается игрушка, если столько маленькая. Это далеко не все секреты его мастерства. Побывав в 90-х в деревне Лайковка Мглинского района, Александр Хомрачев влюбился в гончарное дело. Перенимал опыт стариков, учился месить глину, искал ее залежи. В природе зеленой при обжиге глина приобретает красивый красный цвет. Только местный материал, говорит мастер, дает такой звук, звонкий и бойкий. Как мне там один дедушка сказал, я у него спросил, почему они у меня шипят, не свистят? Сделай их сто штук, и они у тебя запоют. Это не просто детская свистулька, а берег. Раньше такие были в каждой избе. Игрушки, глиняные свистульки, декоративная посуда. Сейчас в коллекции автора несколько тысяч работ. Не только керамика. Брянский художник пишет на коре картины. Одна из работ у нас в Свенском монастыре. Она называется «Прогулка у монастыря». И используется постоянно по композиции фрагменты или пейзаж несовременный. А он используется как бы береста, сама подсказывает применить наш национальный русский костюм. Народные костюмы Брянской области в 2001 году принесли Людмиле Силаковой звание народного мастера России. Три года она работала над проектом. Жуковский, Карачевский, Дядьковский районы. Такие костюмы здесь носили в 19-20 веках. Тогда же в Союзе художников России ей напророчили, мол, будет вышивать иконы. Восемь лет проб. И только лет десять назад первый авторский успех. Первой моей иконой была живоначальная троица. Достаточно сложная работа, но почему-то я подумала, что я справлюсь. И вот действительно у меня очень, ну как-то легко это пошло. И получилось, ну, благословение, конечно, батюшке. За почти три десятка лет появился авторский почерк. Показать и рассказать о нем Людмиле Силаковой сложно. Его, говорит, можно только увидеть. Вот посмотрите, архангельская кукла, головной убор с кустошками. Как это красиво. Да, вот здесь какие два банта у тверской барышни. Какая широкая юбка красивая. И красивые башмачки. Псковская, архангельская, городецкая. На всех барышнях наряды разных фасонов, расцветок, материалов. В кукольных костюмах городская мода конца 19-го, начала 20-го века. Это авторские реплики. Подлинные артальные куклы хранятся в Эрмитаже, Российском этнографическом музее, Русском музее, Музее игрушки в Сергиевом посаде. Следующий проект, который называется «Собиралась девица до венца», то тут представлены свадебные и праздничные костюмы. Псковская кукла, это и Орловская кукла, Вологодская, Калужская, Тульская представлены. Народный мастер России знакомит и с уникальным явлением в кукольной традиции, мужскими образами, куклаками. Мальчик, мужик, старик. Мастер лоскутного шитья Татьяна Королёва и здесь себе верна. Так может выглядеть традиционный пэтчворк сегодня, посчитала она. И создала современный свенский праздничный костюм. Это сорока, видите, с позатыльем, повторена, это очелье. Костюм собран на машинке, но ручная стёжка, и это придаёт особую фактуру ткани. Сегодня ковроткачество скорее экзотика. Домотканные ковры давно заменили промышленные аналоги. Исключение составляют разве что традиционные районы ковровых промыслов, в их числе Дагестан. Оттуда родом маржанат Гамидова. К примеру, весь дербент вместился на небольшом коврике, метр на полтора. Это вот на верху здания, это Мекка. На этом коврике люди стоят и Богу молятся. В Брянске маржанат Гамидова уже почти 40 лет. На стенах её квартиры давно нет ковров, есть картины. Причём в той же технике. На смену орнаментам пришли типично русские сюжеты, берёзы и храмы. Чтобы сделать вот эту картину, или эту картину, или эту картину, я каждый ряд делаю, каждая петелька уже это разный. А где делаешь орнамент, одну четвёртую часть орнамента сделал, уже идёт повторение. Четыре народных мастера, четыре неповторимых почерка. Первыми их работу видели друзья и ученики. Все авторы-педагоги. Своё мастерство передают следующему поколению. Мне больше понравилась вот такая вот лепка. Умею вот так вот свистеть. И я вообще очень большое отношение имею к творчеству. Мне очень нравится рисовать, вышивать. Я тоже пробую. Но тоже пытаюсь делать поделки из глины. Здесь есть некоторые куклы, которые мне очень сильно понравились. Например, в той стороне есть две куклы, у которых здесь украшения красивые. Когда входишь в зал, прежде всего поражает спресский цвета и обилие эмоций. Эта выставка настолько великолепная. Здесь такие удивительные произведения искусства наших брянских мастеров. Это говорит о высококультурном уровне нашей брянской области, наших людей. Выставка декоративно-прикладного творчества сохраняет традиции. Будет открыта в галерее Персона до конца октября. Зал работает с 9 утра до 7 вечера. Воскресенье – выходной. Елена Бочкарева, Максим Кузнецов. События. Брянск. Новости о спортивной жизни расскажет мой коллега Дмитрий Кузнецов. Ему слово. На телеканале «Брянская губерния» время новостей спорта. В студии Дмитрий Кузнецов. Здравствуйте. Опять чего-то не хватило. Очередной матч брянских «Динамовцев» в чемпионате снова оставил двоякое впечатление. С одной стороны, команда Александра Горбачева провела прекрасный первый тайм и создала немало моментов у ворот «Салюта». Но, увы, забить «Синебелым» снова не удалось. Только за первые 45 минут брянские футболисты имели как минимум 5 стопроцентных возможностей распечатать ворота Цегулева. Но Пазин, Довиченко, Худобко, как говорят в таких случаях, били-били, но не забили. В перерыве тренер-хозяев провел со своими подопечными разъяснительную работу, в результате которой белгородцы отодвинули игру от своих ворот. И все-таки «Динамовцы» имели несколько моментов в чужой штрафной площади, но чаще всего удары оказывались неточными. Интересно, несмотря на отсутствие голов, игра оставила приятное впечатление. Но, увы, в футболе за впечатление очки не начисляют. Обидно. Обидно. Ребята расстроены. Очень хотели выиграть и могли выиграть, и должны были. А вот кому очки больше не нужны, так это Суражскому пролетарию, который в очередной раз досрочно стал чемпионом Брянской области. Удивительное воскресенье. Под таким общим названием можно разместить информацию о матчах первенства Брянской области по футболу, которые были сыграны 7 октября. Фавориты уступили во всех пяти поединках. Но главным итогом воскресенья стало то, что пролетарий, несмотря на поражение, досрочно стал чемпионом. А проиграла дружина Олега Киселева на выезде, в Сельцо. Потеря очков могла дать шанс на борьбу за чемпионство Учхозу, но Кокинсы уступили бежице 1-0 и попрощались с золотыми ожиданиями. Таким образом, с отрывом в 7 очков за два тура до финиша чемпионата пролетарий снова стал чемпионом. А Учхоз Кокина партизан второй год подряд довольствуется серебром. Промежуточная бронза пока у карачевского спутника, но на пятки ему наступает Сокол, который отстает всего на 3 очка. До конца турнира осталось 2 тура. Довольствовались бронзой. Ян Непомнящий помог сборной России завоевать бронзовые награды, завершившиеся в грузинском Батуми всемирной шахматной олимпиады. Брянский гроссмейстер в 10 партиях набрал 7,5 очков. Это позволило сборной России бороться за медали престижных соревнований. Но, увы, в итоге первыми стали китайские шахматисты. Россияне по дополнительным показателям заняли лишь третье место. Сочинское серебро. Василий Маркин из Сельцо стал серебряным призером Кубка России по стоклеточным шашкам, который завершился в Сочи. Итоги соревнований, в которых приняли участие более 50 шашистов из 13 регионов России, подводились в классической, быстрой и молниеносной программах. Обладателями Кубка России 2018 по стоклеточным шашкам стали представители Республики Башкортостан. Анатолий Татаренко среди мужчин и Елена Мильшина среди женщин. Представитель города Сельцо и Брянской области с итоговым результатом 9 очков из 12 возможных Василий Маркин занял второе место. Вызов принят. В Орле состоялся традиционный турнир по боксу «Осенний вызов». В нем приняли участие и спортсменки из Брянска. В сборной Брянской области завоевало 7 медалей, 2 из них золотые. Победы в категориях до 51 килограмма одержала Виктория Кузнецова, а в весе до 69 килограммов Елена Жиляева. Серебро турнира досталось Дарье Семеохиной, Ирине Шугаевой, Елене Петровой и Раде Ереминой. Бронза на счету Анны Алдушиной. Еще 4 медали привезли наши боксеры из Тулы, где тоже проходил престижный турнир. Их завоевали ребята из Дядькова – Вячеслав Игнатов, Вадим Неконоров, Даниил Мишин и Денис Ивочкин. И последнее. В почепе более 100 юных спортсменов боролись за награды международного турнира под дзюдо, посвященному памяти погибшего при исполнении служебных обязанностей младшего лейтенанта милиции Александра Трубко. Вот уже в пятый раз почтить память героя в спортзале Реченского дома культуры собираются юные дзюдоисты. Если раньше соревнования проводились среди воспитанников местной спортшколы, то в этом году турнир стал международным. Помимо спортсменов из областного центра и почепского района, в турнире приняли участие ребята из Гомеля. Дзюдоисты полностью выкладывались в поединках. Каждый хотел победить и не подвести своих наставников. Особенно спортсмены из почепа. Ведь турнир проходил дома, в спортивном зале, где они тренируются. Это все новости спорта к данной минуте. Всего вам доброго и болейте за наших. Первая часть выпуска на этом завершена. Далее новости экономики и прогноз погоды. Увидимся через несколько секунд.